Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по говорящему тому, бег за золотом. И так, началось очередное событие, а раньше вот такого в прошлом году не было, волшебное желание. Можно выиграть Валькирию Анджелу, но она у меня уже есть. Я когда-то ее купил за реальные деньги, за 5 долларов, а вот видите, теперь можно ее выиграть совершенно бесплатно. Ну и Джина Анджелу, причем, как бы, видите, две девочки у нас, да, в подарках, вот в этих призах. А Джина Анджелы у меня, конечно же, нет. Красивая Анджелка такая вообще, суперская. Нам нужно собирать вот такие какие-то кристаллы, да, или как их назвать правильно. Можно их получать, как бы, за рекламу, что очень и очень классно. Можно бегать собирать. В принципе, обязательно ее заработаю, 5 дней на это есть. Вначале, как всегда, открою сейф. Для того, чтобы улучшение сделать. Так, в этом сейфе ничего ценного, но все равно бесплатно, почему бы и не получить. Так, что у нас с ежедневными заданиями? Нам нужно просто подобрать три шлема. Но на самом деле, это не так просто будет сделать. Так, друзья, я, в принципе, давно уже хотел сделать вот что. Сделать небольшой марафон по игре, говорящей о том за золотом. А я люблю бегать, в принципе, как бы, часто раньше это делал. Потом бывают периоды, когда я вообще в тома не бегаю. А сейчас мне захотелось сделать марафон, как он будет выглядеть. А сейчас все объясню. Только перемотаю в самое начало. На самого первого тома. Вот, вот он. Самый первый том. Причем, кстати, он у меня вообще не прокачан почему-то. А почему так, скажите? Хотя бы за рекламу ему один раз шлем прокачал. И не буду, в принципе, ничего больше прокачивать. Не вижу смысла пока. Как будет выглядеть мой марафон? Смотрите, да, у нас 30 дней подряд нужно заходить в игру. В итоге получаешь мега-награду сейф с бриллиантами. Я попробую сделать 30 раз заходить в игру 30 дней подряд. И 30 дней подряд записывать говорящего тома. Причем буду делать это постоянно разным персонажем. У меня их больше 20. Ну, конечно, на все дни не хватит. Но вот постараюсь, как бы, по возможности побегать всеми, кто у меня есть. Каждый день новый персонаж. Ну и, соответственно, каждый день буду выполнять задания вот ежедневные. А если я не пропущу ни одного дня, как бы, то это вот у меня получится. Если я хотя бы один день пропущу, ну, как бы, смысл в этом марафоне потеряется. Так, ну и локации, в принципе, буду тоже менять. Начну с самой первой. Стоп, это уже не то. Это уже кубки. Так, самая-самая первая локация. Выполняю ежедневные задания, потом просто бегаю с другими игроками. Соревнуюсь, в общем. Вот так сложно вначале вот все объяснить, что я хотел. Это, в принципе, такое решение не спонтанное. То есть я вот, как бы, ну, как бы, знаете, ждал повод. То есть... Не помню, сколько я уже не бегал в Горящего Тома. Думаю, ну вот, когда начнется какое-то событие... Не, сначала я просто хотел сделать этот марафон, даже без всяких там событий. Потом думаю, нет, надо все-таки дождаться события, чтобы спокойно, как сказать, этот марафон вот такой небольшой сделать. К сожалению, нет много времени у меня на то, чтобы записывать много обзоров, как раньше вот на этом канале. Но Том это одна из любимых и моих игр, и вообще всех зрителей. Причем разных возрастов. Так, аккуратно. Поэтому выбор пал, конечно, на Горящего Тома. Ну, а получится или нет, все это увидите. Те, кто будет смотреть выпуски уже, когда это все произойдет, конечно, будет не так интересно. Но те, кто следят за нашими выпусками, скажем так, в реальном времени, те каждый день могут проверять. А-а-а-а, не забыл ли я про очередную серию? Причем постараюсь, чтобы эта серия выходила именно вот с утра. Так, собрать нужно три шлема. Три шлема можно собрать, в принципе, и вообще быстро, да, там, за пару минут. А можно вот бегать и минут 20, пока их соберешь. То есть все будет зависеть от везения. Тут как с самолетами, помню. Бывает, нужно задание в два самолета всего, ну, собрать. Ну, вот на карте. А я минут 20 бегал, пока их вот находил. То же самое со шлемами, тем более их три. Бывает, они, он там, еще один не закончился, время действия, уже следующий упадает. А бывает, вот, очень и очень долго. Ну, и, соответственно, в принципе, пять дней время действия вот этого вот события, в котором можно Анжелку выиграть новую. Как бы, я обязательно ее выиграю, по идее, там, на пятый день, если даже, ну, когда будет завершаться событие, если даже я ее, ну, там, не соберу, не соберу вот эти кристаллы. То, там, посмотрю за рекламу, там, набью, в общем, этих вот кристалликов, и обязательно ее возьму. Плюс еще один персонаж в копилочку. А я вот, честно, уже не помню, кто помнит. Я считал, сколько у меня персонажей... Ой. А, так, что-то я тут потерялся. Так, что-то я тут вообще потерялся. Просто интересно, сколько их у меня. Может, у меня хватит на все дни, чтобы новым персонажем бегать. Сомневаюсь, если честно. Ой, блин, видели, я шлем пропустил. Его так не видно было сразу. Ай-яй-яй. Как обидно. Это лишние пару минут к бегу. То есть, времени посоревноваться с другими игроками вообще почти не будет. Зато больше кристалликов соберу. Так, ну, просто в этом полете тяжело, вообще, на что-то рассчитывать. Вот на твердой земле, скажем так, более как-то привычно. Так, енот. Ты, наверное, тут уже вообще обнаглел. Давно я тебя не колотил. Теперь буду колотить тебя каждый день, обещаю. Так, ты готовься. Спокойная жизнь у тебя закончилась. А-а-а. Ух, я думал, врежусь. Как-то вот я уже отвык немного. Так, ну что, поехали. Я вот не помню, как его там бить. А-а-а, нет, что-то я его слабо как бы бью. Не помню, как я его уже бить. Нет, две звезды. Наверное, как-то я управление свое опять надо поднастроить немного. Ну и, в принципе, там, один-два выпуска, а потом я вспомню, что к чему. И начну более четко, вот, бегать, там, не врезаться. Хотя, в принципе, я так пока не врезаюсь. Но предпосылки к этому были уже не раз. Где шлемы? Где шлемы? Слушайте, нет шлемов. Ну вот один я пропустил, теперь буду об этом жалеть. Оп. Теперь тормозка небольшая. Ой. Страшно-страшно. Я даже не смотрел, сколько я кристаллов собрал. Вот только что глянул. Уже почти 60. Ну вот, магнитиков целая куча там. Каких-то сливков двойных куча. А вот со шлемами беда полная. Реально, видите, нет шлемов. Так, всегда, когда ежедневное задание, вот эти цели вообще не найдешь. Так, что у нас там? А, кристалл. Не сказать, что я не рад видеть кристалл, но лучше бы я видел шлем. Тем более, самый такой базовый, стандартный шлем. Его ничем не спутаешь, такой зелененький. Как и футболка у Тома. А, вот шлем. Вот я вижу шлем. Вот я его далека увидел. Отлично. Ай, кристалл пропустил. Так, осталось всего один шлем. Ммм, ну ладно, придется опять полетать здесь. Для меня эта локация чуть-чуть сложноватая. Так, как вот я давненько не играл. Уже подзабыл, что к чему. Ну, я же говорю, несколько вот таких пробежек, несколько выпусков. И вспомню, нет, не допрыгнул. Ой-ей-ей. Я так даже немного примолкаю на этой локации, потому что, ну, реально... Так, тяжеловато тут успевать совсем. Так, магнитик. Лучше б шлем был. Все хорошо. И вот так. Ну же, ну же, дайте мне шлем. Какая-то долгая локация, вам не кажется? Уже давно пора и... Завершиться. Ух, и опять магнит. Так, а когда же уже шлем будет? Вот бывает ежедневное задание выполняется там буквально за 2-3 минуты. А бывает вот как сейчас. Надолго растягивается. То есть, тем интереснее. То есть, будут какие-то выпуски. Не хочу я самолет. Вот честно, не хочу. Нам долго летать, а мне уже не хочется летать. Хотя я еще ни одного самолета сегодня не брал. Вот. Удвоение, самолеты там. Все что угодно. А шлема нет. А-а-а, чуть не врезался. Не вовремя прыгнул так. Ну и время действия бустеров, конечно, у Тома, этого моего самого обычного. Очень короткая, потому что вы видели сами, у него ничего не прокачано. Вот здесь можно шлемы пропустить. То есть, локация тоже, в которую я уже давно не играл. О, вот и шлем. А, супер. Ну что, тогда, значит... Ой, вот шлем я сразу уже и профукал. Доеду эту локацию, мне она нравится. В принципе, мне больше вагонетка, которая там вот ездит в шахте, нравится. Но это тоже классное. Кстати, из этих новых локаций, которые я в прошлый раз ездил... Я не знаю, они еще остались или нет. Но пока что-то я уже давно бегаю, а ни одной не встретил. Как так вообще, скажите? Ой, кристаллик, нужно было прыгать за ним. Фух, что-то я подустал держать. Вот, пожалуйста, теперь шлем мне уже не нужен. Когда я уже собрал три шлема, теперь они будут часто попадаться. Это закон подлости. Все, бляемся. Покеда, Том. Не хочу. Итак, все хорошо. Всего один сейф. Почему так мало сейфов, кстати? Золото. Мне больше золота не нужно. Если бы можно было удвоить эти кристаллы, я бы с удовольствием. Открываю сейф. Пускай открывается. Так, все. Сегодняшние задания выполнены. Завтрашние будут в следующем выпуске. Ну, а пока я вот это ежедневное задание попытаюсь выполнить на сложном уровне. Кто не рискует, тот не делает интересные вещи. Ежедневный конкурс. Правильно. Так, смотрим. А, энергию нужно было брать. Так, я буду поменьше говорить, потому что вот, когда много говоришь, тяжело все успевать. Да еще и при этом не ошибаться. Так, чуть-чуть я там, по-моему, нагоняю. Так, ну, побежали. Нет, уже никуда я не нагоняю. Что-то как-то... Что-то как-то... Что, я успел, что ли, нет? А, не, не успел. Вы это видели? А сколько? Всего лишь, там, две сотых. Ладно, еще раз. Итак, на старт, внимание, побежали. Что-то я вот чуть-чуть не так сделал. Несколько раз неправильно наступил на вот эту ускорялку. Несколько раз на нее не наступил. Вот даже сейчас, по-моему, в начале я уже чуть лучше пробежал. Не буду забегать вперед, конечно. Вот, видели уже сколько времени? Уже, кажется, я перекрыл почти секунду с прошлого этого времени. Ай, почему так мало? По идее, еще я должен успевать. 45, а нужно за 46, да? Да, вот, пройдено. Причем почти на секунду быстрее я пробежал, чем нужно. Ну вот, как видите, со второго раза все окей. Супер. Так, что-то со временем, наверное, один раз я пробегусь с игроками, потому что время уже поджимает. Даже если будет неудачно, все равно один раз. Ну вот, в следующих выпусках, я надеюсь, быстрее буду проходить ежедневные задания. Уверен, что это будет намного быстрее, поэтому смогу больше побегать. А, кстати, соперники какие-то вообще, они там что-то сразу отстали, сразу неправильно начали бегать. Я это вот видел боковым зрением. Так что я думаю, здесь, ой, не ускорился. Все будет окей. Сейф заработаю там очки. О, кстати, если буду каждый день заходить в игру и бегать с игроками, я же получу много вот этих вот ежедневочек, кубков там. И потом смогу получить много кристалликов в призах. Ну, я так думаю. Ай, замедление. Не-не-не, нельзя. 47 секунд, это, конечно, плохо. Ну, противники были еще медленнее. Да, один сейф заработал. Вот как-то так. Ну что ж, друзья. Прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Не пропустите следующие 29 серий этого марафона. Надеюсь, я смогу это сделать. Ничего мне не помешает. Поддержите меня своим лайком в этом начинании. Ну и оставайтесь с нами. Пока-пока, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok